Девятая спортшкола – единственное спортивное учреждение, которое занимается развитием фехтования в Олимпийской столице. Три года назад такие же соревнования собрали в Сочи всего 70 спортсменов. Сегодня 70 человек – это только сочинцы. На этот раз продемонстрировать свое владение шпагой, рапирой и мечом прибыло в три раза больше воспитанников детско-юношеских школ Олимпийского резерва из Белореченска, Севастополя, Краснодара, Армавира и Республики Северная Осетия. Участников новогоднего спортивного турнира приветствовали как организаторы, так и ровесники, только уже участники творческих коллективов. Ну а сами соревнования прошли по Олимпийской системе. Сочинцы по традиции в фаворитах. Ежегодно мы ездим на краевые соревнования в Краснодар, где также примерно около 100 человек участвуем. Ну, я пока не достиг еще каких-то высоких наград, но стремлюсь к успеху. Краснодарские ребята, ребята из Витегорска, из Омска уже о нас говорят. Открытое первенство города Сочи по фехтованию призвано способствовать росту интереса к этому виду спорта среди детей и подростков, повышению уровня мастерства юных шпажистов и раперистов. Сочи поставленные задачи реализуются успешно, в том числе и благодаря высоко квалифицированным тренерам. В Олимпийской столице есть все шансы воспитать чемпионов, отмечает директор сочинской спортшколы номер 9. У меня тренера хорошие, приехали сами, чемпионы мира, есть мастера спорта, которые действительно, они свободно работают, детьми, любят детей. У нас победители края есть уже, мы спартакяда края выиграли, третье место заняли уже в течение двух лет. Сочинским спортсменам и правда повезло. Искусство владения боевым холодным оружием им преподают мастера спорта не только России, но и Советского Союза, а также чемпионам мира и Европы. Желающие тренировать сочинских ребят есть и сейчас. Резюме от тренеров поступают из разных регионов страны, но основной костяк в школе уже создан. Все зависит уже лично от меня, я думаю, что могут. Главное желание есть, а детки стараются и результат он будет. Сейчас хотим этот турнир сделать в систему отбора в сборную Краснодарского края, так что будет еще больше детей приезжать сюда. После летней Олимпиады в стране начался фехтовальный бум, наблюдается он и в Сочи, отмечают тренеры. Ну а стимулом для ребят является и тот факт, что на базе Центра Югспорт, где проходят соревнования, тренируется сборная России по фехтованию. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.